Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 19 января. Крещение Господне. С этого дня наступают самые сильные морозы за всю зиму, крещенские. В этот день проходит крестный ход на реках и озерах для освящения воды. Воду освященную в этот день хранят весь год. Она исцеляет болезни, способна остановить начавшийся пожар. Прорубь окунали, чтобы смыть с себя грехи, приобрести здоровье и удачу на весь год. Считалось, что в Богоявленную ночь перед утренней открывается небеса, о чем помолишься, то непременно сбудется. За крещенскими идут Афанасьевские, это 31 января, Сретенские 15 февраля, Власевские 24 февраля, поздние Благовещенские 7 апреля морозы. Но после крещенских морозов холода идут на спад, а солнце поворачивает свой ход к весне. Освящалась вода, люди ходили на службу в храмы, проводили время в молитвах у родников и рек. Вода, освященная в этот день, обладает целебной силой. Ей поили больных, освящали дома, ульи, земельные участки и хозяйственные постройки. На крещение в дом приглашали знакомых и родственников, устраивали пышное застолье, приметы. Принявшие крещение сегодня самые счастливые. Сыграть свадьбу в промежуток от крещения до масленицы к счастью в браке. Сватарство в крещении хороший знак. Если крещенские морозы крепче, чем рождественские, год будет урожайным. Если на крещении ясная морозная погода, лето будет засушливым. Если метет метель, такая погода продлится до конца зимы. Оттепель в крещении. До конца зимы сильных морозов не будет. Пасмурная погода и снегопады к хорошему лету. Искупаться в проруби на крещение, очищение от болезней и горести на весь год. Если девушка сегодня утром встретит молодого мужчину, то выйдет замуж в этом году. Если старик, ходить ей в девках еще год. Если напоить скот крещенской водой, он будет хорошо плодиться. А какой ваш любимый овощ или фрукт? Ну, учитывая, что у Чехова ружье висело на стене, смотрю, у вас лежит моя любимая морковь. Вообще-то, мне нравится вообще, во-первых, цвет моркови. Он такой оранжевый, такой жизнерадостный. Вот это хорошо, действительно. Я сама овен, родилась в апреле, поэтому мне нравятся такие. Продукт, в первую очередь, действительно влияет своим цветом. Ну, и, соответственно, насколько я знаю, там есть витамин С. Витамин С? В достаточном количестве. Моркови. Да. И говорят, что он способствует тоже улучшению пищеварения, если я не ошибаюсь. Ну, немножечко ошибаетесь. Дело в том, что морковь в основном ценят за то, что здесь много каротина. А, да, вот каротин, правильно. Который превращается в витамин А, а уже витамин А дальше уже делает нашу кожу красивой, там, ногти, слизистые оболочки. И, кстати, он еще защищает, вообще морковка защищает от разного рода онкологии и считается хорошим противоязвенным фактором. Поэтому правильно, интуитивно, как человек творческий, вот вы сразу почувствовали, какой продукт вам больше всего поможет. И, кстати, если говорить о полезных свойствах моркови, то они объясняются ее богатым составом. Там есть и витамины группы В, правда, маловато, но есть. Витамин ПП, который делает наши сосудики крепкими, чтобы они нормально реагировали. Чтобы не ломались. Вот, 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 витамин С есть, есть. Витамин Е есть, витамин К и особенно много каротин. Каротин сначала работает по слизистым оболочкам, там, по коже и так далее, а дальше начинает нас защищать от разного рода онкологии. Поэтому морковочку вы подобрали то, что надо. И, кстати, мы с вами сегодня в нашей кулинарии целебной, знаете, что приготовим? Что? Суп. Из моркови? Да. Ну... Будем варить, будем резать. Честно говоря, знаю, что ее добавляют в супы в качестве какого-то дополнительного средства. Там, предварительно немножко обжарив с луком, допустим, да, в дырью. Но чтобы просто из моркови суп, я такого, честно говоря, первый раз отсталкиваю. Мы с вами не просто сделаем суп, а особо целебный суп, который называется сырой калиевый суп. В него входит морковка, как основной компонент. Морковки мы возьмем примерно около 300 грамм. В нее входит в этот суп свекла. И в него входит шпинат. Видимо, все это мелко будем рубить, я так понимаю. Да, мы очень... Это, наверное, будет крем-суп. Да, мы очень мелко, значит, порубим все и все это съедим с вами. Но варить мы его не будем. Варить не будем, да. Варить мы не будем. И получается, что именно вот этот суп за счет того, что очень много щелочных элементов, микроэлементов, он будет способствовать тому, что различные отложения, которые у нас есть, он будет рассасывать и выводить. Очень хорошо, там, от подагры будет помогать. Вообще, снимает... Нет, у меня их нет, я так теоретически... Хорошо. Он снимает различного рода интоксикацию. Потому что если человек, там, ну, будем говорить, питается неправильно, там, допустим, находится в помещении, в котором накурили, пассивно курение, все это всасывается в наш организм, жизнедеятельность его снижается. А мы ее повысим этим супом. Итак, для этого мы будем использовать соковыжималку. Поэтому это отодвинем сюда. Я буду как эхо стоять рядом и повторять каждое ваше слово. Для этого нам понадобится соковыжималка. Я буду говорить, что соковыжималка. Соковыжималка. Мы ее сюда ставим. Помочь чем-нибудь? Помочь. Своим присутствием? Морковочку сюда взять, поставить. Морковь мы будем как-то чистить сначала еще? Дело в том, что я морковочку уже помыл. Мы просто помыли и все. Кроме что, вот эти вот кончики надо отрезать. Я могу отрезать? Отрезьте, пожалуйста. Потому что как морковку не мой, а вот эти кончики будут всегда грязные. Двадцать четвертые лунные сутки. В эти лунные сутки начинается пробуждение природных сил для нового лунного цикла. Естественно, этот процесс происходит и в человеческом организме. Причем активируется творческая мужская энергетика, которую можно использовать на созидание чего-то нового или выполнять тяжелую и продолжительную физическую нагрузку, тренировку в конце концов. Если этого не сделать сегодня, то творческие силы, не получив должного выхода, могут навредить, либо исчезнуть за ненадобностью. День подходит и для интимной близости с целью реализации мужской энергии. Питание доверьтесь вкусам, но не переедайте. Двадцать пятые лунные сутки. Энергетика этих лунных суток после мощного выплеска предыдущего слаба. Соответственно, и человек чувствует себя опустошенным, склонным к уединению и пассивному созерцанию. И это правильно. Надо накопить энергию, а для этого никуда не спешите, отдыхайте. День подходит для водных, расслабляющих и восстанавливающих процедур. Хорошо покопаться в своем сознании и очистить его от негативных мыслей и настроений. Причем подойдите к этому процессу с философским уклоном. А для этого помедитируйте, порассуждайте о смысле жизни. Найдите опору. Что касается физической нагрузки, то неспешные прогулки подходят лучше всего. И желательно сделать это на природе.